МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я заметила, что на табло плюс 42 градуса. И тоже по Цельсию. Хотя синоптики утверждают, что плюс 21, не больше. Может быть, они чего-то не знают? Или это место действительно какое-то аномально теплое? Уже вторую неделю практически каждый день пермики делятся с нами одной и той же новостью из серии «Чудо природы». Речь идет о цветущих яблонях на Эспланаде. Не полностью, конечно, распустились, как весной, но для сентября картинка довольно-таки удивительная, когда на одной веточке и цветы, и плоды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже совсем скоро перелетные птицы начнут отправляться в теплые края. Но не все. Некоторые, несмотря ни на что, останутся в Перми. К примеру, этот аист, поселившийся на крыше одного из домов все по той же улице Фонтанной. Продолжит охранять семейное счастье местных жителей. Ну, а полетит он разве что к нам в кадр с сегодняшнего дня. Не успели пермские художники из граффити-59 закончить работу в подземном переходе на улице Уральской, как мы их тут же, неожиданно, застаем на другом объекте. На этот раз на улице Фонтанной, где обычная бетонная стена постепенно превращается в тропический лес. И среди всей этой зелени яркий, симпатичный хамелеон. Интересуются люди, что здесь будет изначально. Говорят, хамелеон, говорит, ой, интересно. Типа необычно то, что для наших краев рептилия, да, такой яркий уголок, чтобы радовать нас больше людей, чтобы улыбались, ходили, потому что цвета яркие, сочные. Осенний грибной сезон у нас. В самом разгаре. Вот только грибы пермяки находят разные. К примеру, Евгений Заломкин заметил в траве вот такие, съедобные, которые тянутся к солнцу в районе старых ледов. Тем временем Михаил Пермяков обнаружил грибы, которые созданы не для еды, а для неземной красоты. Ну, в этом случае как раз для земной. Посмотрите, какие красавцы. Не оставим мы вас и без телезрительского кадра дня. На этот раз им с нами поделился Петр Цюрпита. А у нас во дворе. Так подписал он свою фотографию. На этой позитивной ноте заканчивает работу наша дежурная бригада. Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8 951 952 02 22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.